Здравствуйте, господа и дамы! С вами Севен Кузя Моровинт Дождливый! И, в общем-то, путь наш к Раби Нимсуну, то есть к лагерю, или... к лагерю? К лагерю и Раби Нимсунов. Куда мы будем идти? Я надеюсь, не слишком лил бы, потому что, в принципе, он рядом. По воде? Вообще, от души. И я, кстати, начинаю, по-моему, вспоминать, что нас там ждёт, потому что, как только я увидела эти деревья, я как-то так невольно начала... знаете, что-то забрезжило в сознании. Либо я просто сейчас вспоминаю какое-то здание, которое здесь случайно можно получить, вот в этих окрестностях. И у меня автоматически идут ассоциации. В общем, сейчас узнаем. Наверное, всё-таки я немножко не то вспоминаю. Отличные. Вот как тут быстро всё-таки меняются локации, да? Вот буквально сейчас было немножечко так... Каким-то тростником попахивало, мокрым берегом, дождём, водой и вообще. И тут же пустыня, мёртвая земля и... Песчаная бури. С крысами. А вот, собственно, и лагерь. Чего они тут живут? Тут вообще кошмар. Хотя и не в таких местах живут. Так, ладно. Юрте ашхана. О, ваше жжжждовое. Ага, мосики, что ли? А, лат пал. Жестокий, да? На моей памяти этот. Чё вам надо? Я хочу стать... Нарварином. Нарварином хочу я быть. Нарварин. Мы знаем об этих пророчествах. Мы думаем, что это глупо и суверенит. Обучайте нам этой чепухой. Слышь, мужик, не хами мне. Вы идиоты, если этого не знаете. Короче, на моей памяти нам советовали сперва к шаманке сходить. Типа она помудрее будет. Да, я Манерай, шаманка племени Эрабенимсун. Вы чужеземец, который хочет исполнить пророчество Нарварина. Вам нужны мои услуги или вы ищите моего совета? Вы хотите, чтобы вас нарекли Нарварином Эрабенимсун? Никогда. Нет, пока живы Ашхан, Улатпал и его воины, они все ненавидят чужеземцев. Они высокомерны и никогда не потерпят, чтобы чужеземец управлял ими. Если вы хотите стать Нарварином Эрабенимсун, вам придется убить Улатпала и его сторонников. Ахаза, Ранаби и Ушуахи. Потом вы должны помочь миролюбимому Эрабенимсун Гулахану Ханаму стать нашим Ашханом. И тогда Ашхан Ханаму может назвать вас Нарварином. Но прежде всего вы должны уничтожить Улатпала и его сторонников. После этого приходите поговорить со мной, и мы обсудим, как вам сделать так, чтобы вас нарекли Нарварином Эрабенимсун. Ахаз. Верный телохранитель Улатпала. Он не так силен и обучен, как Ашуахи. Но всегда, когда ты видишь Улатпала, увидишь и Ахаза. Если ты будешь сражаться с Улатпалом, то тебе придется сражаться и с Ахазом. И еще Ранаби. Ранаби жажден и одинок. Он хитер, однако он слишком полагается на мощь заклинаний своих предков. Он не так силен, но чти он носит отравленный меч. Ашуахи. Великий воин. Самый сильный, самый опытный из Эрабенимсун. Он носит зачарованные доспехи и хвастается, что никто из племени не сможет его увидеть. Даже Улатпал. А ему... Почему ему до сих пор не прилетел за это? Миролюбивый Эрабенимсун. Я стою за меры любых Эрабенимсунов. Мы хотим только жить и охотиться, как делали это в прошлом. И не желаем сердить соседей, развязывая войну. Но Ашхан Улатпал и те, кто его поддерживает, сильны и уверены в себе. Они разбогатели благодаря сражениям и набегам. И не слушают советов своей шаманки. Понятно. Вот так вот у вас дела делаются. Хорошо, пойдемте убивать. Как-то не печально. Так, Хан Аму. Это вот его мы должны сделать этим самым. Ну, Ранаби. Гасим Ранаби. Ох, здравствуй, товарищ. Подожди. Пророчество Нарварина. Да-да-да. Нарварин. Ну, прости, чувак. Могу я что-нибудь сделать для вас. Ты можешь умереть. Ты умрешь. Так, че там? У меня убит один из воинственных Араби Нимсунов. Ну, может быть, с такими Эршлиндерами или их вождями ей невозможно договориться мирно. Я не знаю, по-моему, все-таки нельзя, но кто знает вообще. Постоянный эффект, кстати. Ловкость на 5. А у меня че? Ну, здесь 110, а здесь 31, как бы. Постоянный эффект. Щит 10 пунктов. Ничего себе. Может и имеет смысл надеть. Почему нет? Это я возьму как трофей. Это я тоже возьму как трофей. Чуваки, я иду. А шо, ахи. Еще один. Ам. Отгости. Вы убили одного из моих людей. Вы заплатите жизнью. У тебя серьезное ранение. Ну, у меня царапина на щеке. И все. Так, че у тебя? Щит 10 пунктов на себя. Дух гор. Возьму как трофей. Че там? Мнобит один из воинственных... Равенюмсынов. Может быть... Так, ну... Ничего нового. Че там, подожди? Так, ну и Ашхан. Здрасте. Вы убили. Ты, придурок, не хотел делать меня... Головой да умрешь ты за это. Возьму ветер Ахаза. Это мои трофеи боевые, ничего не знаю. Ну, собственно, все. Так. Хан Аму. Хан Аму. Здрасте. Я не желаю быть гулаханом. Да ладно. Я не хочу быть гулаханом. Я плохой воин. И я в любом случае никому не нравлюсь. Никто никогда меня не слушается. Я просто хочу, чтобы все оставили меня в покое. Да ладно, мужик. Ну, че ты все... Меня тоже сперва не слушали, зато теперь посмотри. Все падают вниз передо мной. Либо по своему желанию, либо по моему желанию. Ищите моего совета. Теперь, когда Ашхан Улатпал и его сторонники мертвы, мы можем обсудить пророчество Нарварина и решить, каким образом тебе можно дать имя Нарварина. Теперь, когда Улатпал и его сторонники устранены, нетрудно будет добиться, чтобы вас нарекли Нарварином, Эрабенимсун. Все, что вам нужно сделать, это убедить гулахана Хан Аму стать Ашханом племени Эрабенимсун. Ищите его в Йорте Гулахана. Однако, знаете, Хан Аму вылеплен не из того теста, которое вы бы искали, если хотите слепить Ашхана. Его будет не так просто убедить. Да, я заметила. Может, ты мне что-нибудь посоветуешь? Может быть, имеет... Че, 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 че? Че, Хан Аму? Сын бывшего вождя Айран Аму. Но он совсем не похож на своего отца. Он имеет все шансы возглавить племя, но... Из многих добродетелей необходимых Ашхану ему не хватает всего трех сил, храбрости и мудрости. А че, другого варианта нет, что ли? Давайте поговорим... Убили одного лужу. Да истине, будешь на меня нападать? Напала, слышь, смотри. Тупица! Ничего, что я... Че, он напал? Кушиши. Ничего, что я ее убила? Мне кажется, это плохая была идея. Ничего, в общем-то, не добавлено, но... Как ни странно, хотя записи есть. О, боже, здесь? Да ладно. Ты будешь долго мучиться. Ладно. Ничего страшного. У тебя серьезное ранение. Она врла тебе. Войны хочешь, получи. Харис, давай. Так, замечательно. Сохраняшкин делаем и идем к этому... Нет, идем к шаманке. Не будем ни с кем говорить, кроме нее, потому что здесь какие-то сидергенные. Так, хан Аму. Давай, хан Аму, колись. А речи Манерай... Они скучны, я не хочу быть Ашханом. Да ладно. Мне все равно, что говорит Манерай. Я не хочу быть Ашханом. Меня все презирают. Я слаб, я трус, я дурак. Ненавижу говорить такое про себя, но это правда. Я просто хочу, чтобы меня оставили в покое. Да ладно, давай, стань ты Ашханом. Я говорю, меня тоже сперва не слушали, но потом как-то все наладилось. Аранаби носил это одеяние мантию Эрурдана Мудрого. Оно было передано Аранаби по наследству, но какое отношение ты имеешь к моему желанию и желанию быть Ашханом? Отдать мантию Эрурдана Мудрого и произнести маленькую речь. Твой урок мне вполне понятен. Это одеяние дает мудрость и... В намерениях и дает доверие племени. Но это одеяние должен носить Ашхан, который берет на себя ответственность за безопасность племени и держит судьбу племени в своих руках. Это серьезный урок, и я должен подумать над этим. Геодол Ханаму мантию Эрурдана Мудрого и произнес небольшую речь о силе, символах и ответственности. Я полагаю, что он серьезно воспринял этот урок и проразмыслит о том, чтобы взять на себя ответственность в качестве Ашхана, а также о присвоении мне имени Нарварина. Так, ну, может быть, мы как-то это самое... Еще раз это обсудим. Отдать Огненное Сердце... Ну, то же самое мы сейчас... И мы шмотки все отдадим, которые мы собрали. Ахаз, точнее, носил этот амулет Огненное Сердце с Санит Килл. Ахаз получил его от отца, а его отец, в свою очередь, получил его от Киниту Нила, а Киниту Нила получил его от Санит Килла, великого ведьмака. Но какое отношение этот амулет имеет к моему желанию быть Ашханом, отдать Огненное Сердце и произнести маленькую речь? Твой урок вполне понятен. Этот амулет дает отвагу в бою и дает доверие племени, но этот амулет должен храниться у Ашхана. Ла-ла-ла, я должен подумать. Я очень не рад познакомиться. Да, я узнаю его. Это боевой топор моего отца. Боевой топор Айрон Аму. Улад Пал забрал его у моего отца и носил его, поскольку был Ашханом. Но такое отношение... Какое отношение? Отдать топор. Спасибо тебе. Твой урок понятен. Ашхан владеет топором. Ашхан берет на себя ответственность за безопасность племени и держит судьбу племени в своих руках. Теперь, когда Улад Пал мертв, и судьба племени в моих руках, я должен принять эту ответственность. Спасибо тебе за этот урок. Я стану Ашханом племени Эреби Нимсон. И мне не нужен этот топор. Оставь его себе. И еще, если ты хочешь, я назову тебя Нарварин. Давай! Спасибо тебе, Кузя. Я обещаю, что я, используя все свои полномочия, сделаю все, что смогу, чтобы как-то исправить темную репутацию Эреби Нимсон. А первое, что я сделаю, как вождь, я нареку тебя Нарварином Эреби Нимсон, защитником Эреби Нимсон и защитником людей. Тебе также надо пойти к шаманке Манерай и взять у нее захват Эреби Нимсон, волшебную реликвию нашего племени, которая будет знаком для всего данного мира, что племя Эреби Нимсон назвало тебя Нарварином. Хорошо. Супер, пойдемте. Так. Итак, Кузя, тебя назовут Нарварином, а наш Ашхан Хан Аму. Перемены, большие перемены. Вы убедили его принять его обязанность. Теперь посмотрим, станет ли он таким же мудрым и справедливым вождем, как его отец. Так. Наставление. А там этот самый. Итак, Хан Аму принял о себе обязанности Ашхана, назвал вас Нарварином Эреби Нимсон. Поздравляю! А я дам вам захват Эреби Нимсон, великую реликвию племени, которая вручается нашему избранному защитнику в знак того, что мы нарекаем вас Нарварином. Вот, возьмите этот зачарованный символ племени Эреби Нимсон, чтобы все знали, что мы называем вас Нарварином и защитником. Чё это? Ух ты. Телекинез? А, эффект приспользования. А кто это вообще? Это перчатка, это пояс, что это? Это пояс. Понятно. Мне нравится иконка. Если мне нравится иконка какого-то предмета, я ее хочу на себя потаскать, но это, конечно, опасно. Кто? Что? Откуда? А! Идите, выспитесь. У вас глаза красные, да? А, хорошо. Остался один племень. Пельмень один остался. Ой, хоть бы, хоть бы, хоть бы, хоть бы, в Садритмор, пожалуйста. Чё-то я не подумала. Ой, хорошо. Ой! Химуза остался. Зайна, бомба, решили вопросы? А-а-а, Химуза. Не-е-е. А, добрый день. Добрый. Что я могу для вас сделать? Что я могу для вас сделать? Мне так нравится, когда прыгаешь высоко, у них голоса меняются. Непонятная абсолютно вещь такая. То есть, как это связано? Ну, видать, как-то связано. Чё я могу для вас сделать? Не-е-е. А-а-а. В-у-у-у-у-у-у-у. Да, чё тут? Фигня вот эта. Тельмора, пожалуйста. Угу. Так, хорошо. Ой, нет. Вода, 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 вода. Та-ра. Тири-ти-ти-ти-ри. Я не хочу, не хочу. Так. Видите, обходите в обход. Обходите в обход. Район побережья Азуры. Кстати говоря. Хотя, ладно, не буду, наверное, это сейчас говорить. Неплохо бы, наверное, сходить в Тельбрануру. Рядом с Тельбранурой то ли здесь где-то. То ли здесь. Я не помню, в какой стороне где-то. Я помню, что рядом. Относительно. Валяется какой-то артефакт. По-моему, я это уже говорила. Не помню. Короче, где-то рядом с Тельбранурой что-то есть. Ну, в пещере это. Или в руинах. Вот этого я не помню. Я помню, что есть. Или там не артефакт. По-моему, там даже не столько артефакт, а как раз то место, о котором я сейчас вам хотела сказать, но передумала. Вспомнив об Азуре. Ажуре. Ажур... Подходит себе. Да-да-да. Где мой Харуси? Так, щаманка. 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 Расскажи мне еще разок про... Так, отправиться нет. Альдейдрот. Короче, сейчас... Ой, не говори вообще. Эээ... Где я хим... Вот. Просила меня вернуться к ней, и когда я... Ага. То есть сразу туда можно дуть. Так, давайте сюда возврат воткнем. Ой, точнее, не возврат, а пометку. Возврат потом будем использовать. Так, лонную звезду снимем. Ой. Ну все, прямиком на север. Ох, какой кадр. Нам сейчас просто тупо дойти. Всех убить. Вернуться назад, а потом опять идти, как вот до этого был с женой. Только уже с этой бабищей. Вот туда и на север. Кстати говоря... Вполне возможно... Отличная погода, кстати. Возможно, раз мы тут... Мы сейчас с вами кое-кого найдем. Я опять пробил, не работает. Что ты будешь делать? Давай, давай, покажись. Я знаю, что ты тут. Вот только где? Я падаю. Я очень хочу ее найти. Нет, я иду обратно. Это неправильно. Я не помню, где он был. Кто понимает, а кумья, тот сейчас наверняка улыбается и говорит «А да, 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 да!» Или что-нибудь такое делает. А вот кто не понимает, тот скоро будет так говорить. Так, ладно. Я помню, это такой вытянутый остров. Возможно, кстати, вот этот. Но я помню, он был какой-то такой... Небольшой. Кто орет на меня? Точнее, дошла, кстати. Ой, нет. Подождите, давайте все-таки сходим вот на тот вытянутый. Я хочу удостовериться. Ай-яй-яй, как у него, да. Здесь, кстати, по-моему, пещерка какая-то будет, нет? Да-да-да. Сетус. Не стоит туда ходить. Убьем кого-нибудь, кого не надо. В Моровинде очень можно конкретно облажаться, убив кого-нибудь. Не надо, причем, если вы убьете кого-то по главному квесту, вам об этом скажут. То есть скажут, хе-хе, его убили, главного, все. Вы можете продолжить игру, либо загрузиться, если хотите выполнить там главный квест, соответственно, дойти до конца, иначе вы, если вы это и не сделаете, вы вообще никогда не пройдете главный квест. Нас предупреждают, но как бы убить мы все равно можем. Нет запрета такого, как... в других местах. Здравствуй. У тебя серьезное ранение. Ойли. Его, кстати, по-моему, убить нужно. по какому-то там квесту. Ну, как вы понимаете, он квестовый. Чувачок. Че у тебя тут? А, у него, по-моему, трубку надо взять, нет? Че это, по-моему, такое? Че это такое? Короче, че я там говорила? Вот, в облимени, там, скорее, уже ввели запрет. Ну, то есть, те персонажи, которые квестовые, чтобы их не потерять, они не умирают в принципе, они просто падают в обморок на какой-то срок. И все. В Моровинде такого казуала нет. Здесь, если ты решишь кого-то убить, то ты убьешь. Ну, если у тебя хватит силенок. Потому что того же Кая Касадаса можно в самом начале игры убить, и все. Ролеплей. Черт возьми, вот это настоящий ролеплей. Кого хочешь убить, того убиваешь, если опять же хватит сил. Потому что Кая Касадаса завалить, ха-ха! Хрен завалишь, он мастер бездоспешного. Ты адекватен вообще? А, то есть... Это было сейчас смешно. А почему она на меня не нападает? Ой, да ладно. Женщина, вы так красиво, у вас такая укладка. В таких-то условиях. Здесь, по-моему, кого-то вызвать надо. Там еще чувачок какой-то. Каджитикус. Кто положил это туда? Откуда же я знаю? Корчкай Касадас, он же у нас мастер бездоспешного боя, мастер... этого самого... а... рукопашки? Что? Я лок теней случайно выбрала? А где амулет теней? Я сейчас плохо на секундочку встала. А, господи, вот он. А! Чуть не поплохело. Так, что я хотел? Да, я хотела, я хотела, я хотела взломать замок. Хотела я. А, нет, здесь же ловушка, господи. Ты кто? Непонятно. Ох уж, эти квесты, на которые ты натыкаешься, но которые ты не можешь выполнить, потому что ты не знаешь, в чем суть. Поэтому мы как-нибудь... То ли, кстати, эта пещера как-то связана с гильдией бойцов, то ли с Камона Тонг. Я не помню. Хоть убейте вообще. С Камона Тонг. Ой, С Камона Тонг. Успе, С Морок Тонг. Ничего не помню. Неважно. Но то, что это квест, это понятно. Так, хорошо. Ладно, давайте сперва с Алдой Дротом разберемся. Ой, где-то огонь вода. Так. Эхей. Еще по-быренькому. Не надо было отвлекаться, конечно. Я хочу еще этого чувачка найти. Так, вот. Здесь главный махач происходит. Короче, мне нужно убить, по факту. Ты пришел сюда потанцевать? Или ты здесь вместе с Попрошеком? Что значит потанцевать? Разве ты не знаешь, что происходит? Иди и поговори с Хлеераней Индовелью о большой комнате со статуей. Там и бесплатная выпивка. И береги золотых шляп с ними. Что-таки плохие. Я вот не помню, нужно ли мне убивать вот этих людей. То есть вот ту бабу, которая там конкретно ходит. Кто ты? Я не знаю, а чужеземец. Что вы тут делаете? Поклоняйтесь этому грязному алтарю? А нет, я здесь, чтобы разграбить. Я на Раварину на пути к исполнению пророчества, черт возьми. Нет, вы ложное воплощение. Дьявол лжи. Вы говорите, что избранные Азуры для спасения Моруинда. Но вы проклинаете Требенал, называете их ложными богами и настраиваете людей против их истинных защитников. Вы просто обманщик. Грязнящий, безумный слуга Дагадура. Вас необходимо уничтожить. Давай, рискни здоровья. Где я тебя не заводу? Ты меня еще тут поколдуй. У тебя тут еще не хватало. Так, что у тебя есть хорошего? Демонический булав. Дуридский щит. Фигнюшка, которую мы никогда не сможем одеть. Тапки, кстати, у него сломались вообще тотально. Не надо было, наверное, орка убить. Короче, мне нужно туда прийти и всех убить. Вроде. Я вот не помню. Я не помню, серьезно, нужно ли мне убивать их всех здесь. Или только враждебных. Не помню. Ну, если потребуется, я загашу всех. Так что, как бы, здрасте. Ага, отлично. Здесь молокбал помашивается, если я не ошибаюсь. Потому что, видите, орки. Где орки там, молокбал? Кто там на меня что накладывает? Ты что, фонарил, что ли? Удыхай вообще. Что у тебя? Фигня у тебя. Ой, как не хватает, на самом деле, сейчас моего... Моей шапки вот этой на 150 фунтов. Футов. Не-не-не, подожди. Те левые и правые крылья, они меня уничтожают просто. Пускай подерутся между собой. Убью победителя. Это и есть местные танцы. Ух ты, а вы кто такие? Что ты тут делаешь? Я что, чтобы... Я идти, чтобы разграбить святилище. Что ж, это хорошо, нас это не волнует. Вообще говоря, мы... Вы окажете услугу, если попутно убьете нескольких чародеев и ведьм. Только будьте осторожны, оставьте нас в покое. Тогда мы и ставим вас в покое. Мы поговорили с ординатором. Вальдейдрот. Ординаторов беспокоят здешние поклоняющиеся до ядра. И они сказали, что если я оставлю их в покое, они меня ставят тоже в покое. Вообще, я не знаю, как бы их имеет смысл убивать или нет. О, Сангвин, привет. Не знаю, просто вдруг мы приведем эту бабищу туда, а на нее нападут. Че, 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 че? Я вот не знаю, мне кажется, имеет смысл убить всех, потому что... А они ж с храмом. Хотя это, наверное, не стоит делать, но... Я не хочу, чтобы моих замечательных эшлендеров, эти уродцы, завалили. Все-таки храм не любит эшлендеров, потому что они считаются отступниками. Так что нафиг надо. А, статуя шагерат. Не, все-таки не молок был. Ты поопаснее выглядишь, поэтому я обзыву сперва тебе. Эу. Да, внешность обманчива. Эу. Ты это мне сказал? Это фонарила, что ли? В тролле и броне она здесь ходит, еще что-то. Возбухает. У них, кстати, амуниция одинаковая. Это как-то печалька. Зачем я это собираю? Кто-нибудь объяснит мне это вообще? У меня опять куча мусора с собой, вот честное слово. Что у нас тут? Ой, на меня этот, что ли, напал. Скорее всего. Не, не, этики давай. Сюда, нет? Чего тебе там? Электрическая дубина. Та-ра-та-та-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра. А я помню, кстати, это место здесь есть, по-моему, это здесь. Парочка упоротых персонажей обитает. Звуки, конечно, отсюда страшные. Чё за холл такой? Передняя. Чё там махач вообще? Короче, надо гасить всех. Серьезно. Здесь все какие-то дерганные. Чё вы между собой не деретесь? Давайте дальше. Работайте. Пошел он. Так, вот этого мне интересно облутать. Та, подожди, это чё? А, усталость. Так, плохо видно. Интересно, я правильно помню? И вот парочка упоротых персонажей, включая одного интересного орка, они правда тут? Или они в другой какой-то локации? Просто, этот орк, вы его должны видеть. Норды, не норды. Чё их так много-то тут? Откуда крыста? Ты пошла отсюда вообще? То же самое. Ординаторы. Ну, ординаторы понятно, чё сюда пришли, потому что здесь дайдра поклоняются. Они же типа храм дайдра, фу-фу-фу. Ну, в принципе, в какой-то степени так и есть. Хотя Азура тоже дайдра, так что всё относительно. Так, хорошо. Темно, ничего не видно. Так, дожди. Можешь задавать свои вопросы, только быстрее. Точно! Они тут. груз-губ. Мяу. Мяу, 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 мяу. Хлера индауэль. Ну-ну-ну, чё это у нас тут? У тебя есть приглашение? Ты один из участников игры? Или ты из фишек в игре? Или скромный зритель? Какое ещё приглашение? Вы пригласили или пришли вы по собственной воле? Это не так важно. Дверь открыта для всех, но вы должны уважать хозяина. И возьмите стакану Ластидрайк. Там, в углу. Затем можете обращаться с другими гостями, танцевать, если хотите. Мне кажется, те в золотых масках пришли сюда, чтобы разрушить веселье. Но мы рады всем на балу маскараде агрессии безумного лорда. Ну, то есть, вот эти все драки, это и есть танцы, как я уже сказала, участники игры. Ну-ну-ну. Так, хочешь поиграть со мной в игру? Ну-ка, рассказывай. Описать трагическое положение Ахимуза. Предложить сохранить ей жизнь в обмен на убежище для Ахимуза. Вызовьте. Давай вот это вот. Ага, понятно. Ты предлагаешь мне разрешить этим беднягам из племени Ахимуза притащиться сюда в поисках убежища в качестве награды за мою великодушь и ты меня не убьешь. Игра называется Вызов и блеф. И учитывая твою достаточно весомую репутацию, я, пожалуй, не рискну обвинить тебя в том, что ты блефуешь. Ладно, победа твоя. Я отступаю. Не могу говорить за ординаторов, но я обещаю, что ты можешь привезти сюда Ахимуза и мои последователи нетронутых. Клянусь безумным богом. Фишки в игре. Вы не игрок? Хотите сами быть фишкой? Тогда входите, выбирайте партнера и начинайте сражаться. Не сомневаясь, вы найдете кого-нибудь, кто вас устроит. А, ну, мы это уже сделали. Соусим, зрители. Некоторым нравится просто наблюдать, а не слушать. Служат шагарату, просто стоят вокруг и хлопают в ладоши. Можете попробовать. Хочешь выпить, приятель? Все, что тебе сейчас нужно, это суджама. Выпить кружку суджамы. Конечно, вот. Еще и бухнули. И орк, который считает, что он хаджит. А, хаджит. Правильно, хаджит Рагрузгуб. Тебе нравится мой хвост? Выглядеть прелестно. Эй! Рагрузгубу ты нравишься? Может быть, Рагрузгуб расскажет тебе маленький секрет? Нет лунного сахара, нет секретов. Да ладно тебе, ну. Вежливо. Ну, давай, я скажу секрет. Блин. У тебя есть лунный сахар? У кого-нибудь есть лунный сахар? Он расскажет нам, по-моему, где найти сокровища какие-то. Или что это? Вы ослепли? Рагрузгуб? Хаджит. Типа это все объясняет. Мяу. Тебе нравится Рагрузгуб? Ты нравишься Рагрузгуб? Орк? Рагрузгуб не Орк. Рагрузгуб. Я же говорю, Рагрузгуб хочет еще лунного сахара. А вот я не помню, его можно где-то здесь в окрестностях найти? Или его нужно именно притащить сюда? Здесь подушки. Кстати, можно поспать, отдохнуть. Чем мы с вами займемся. Так, что тут? Орк по имени Рагрузгуб, кажется, думаю, что он Хаджит. Он спросил меня про свой хост, которого у него, разумеется, нету. Пришлось сказать, что его хост просто отличный. Это его, судя по всему, порадовало. Забавно все-таки устроен этот мир. Мне пришлось прегрозить смертью Халерене Индавели, если она не даст Ахимузу крыться на Альдейдрот. Не знаю, стала бы она слушать мои доводы, но она была так явно восхищена моей репутацией, что решила отступиться. Она поклялась безумным богом, что я смогу привезти Ахимузу в Альдейдрот, и ни она, ни ее последователи не причинят им вреда, пока они будут здесь. Но, тем не менее, мы все равно всех убьем. Потому что нефига. Так, ну тут-то как бы все. В принципе, мы только в одном храле еще не были, поэтому имеет смысл туда сходить. Поучаствовать в танце, почему нет? В конце концов-то, это местная игра, это их законы, не мы же это придумали. хотят драться, будут. Будет им драка. Чего, собственно, нет. Так, мы тут везде побывали, здесь всех замочили. Так. Вот тут, наверное, кто-то остался. Нет. Ничего, никого. Вообще, конечно, хорошо бы лунный сахар принести этому орку как-нибудь. Ради любопытства, что он нам там скажет. Потому что я не помню. Так, ну в принципе-то все. Потому что мы как бы прошлись. Все, можно возвращаться. А, у меня был возврат, кажется, да? Я же там ставила чего-то. Ну, с богом. Пойдем. Да, пожалуйста, идите со мной в Альд-Дейдрот. Хорошо, теперь я отправлюсь с вами к святилищу в Альд-Дейдроте. И когда я увижу великую статую Шагарата, я точно буду знать, безопасен ли Альд-Дейдрот для Ахимуза. Тогда я и провозглашу вас на Раварином Ахимуза. Идемте же. Мы продолжим разговор, когда предстанем перед великой статуей. Замечательно. Пойдем. Это будет долгий поход. Всегда рада оговориться. Не сомневаюсь, ты женщина. Догонишь. Давай, давай, шагай. Тупо на север. Что хорошо, она будет ходить по воде. Она будет ходить по воде, и что прекрасно, мы можем просто пройти по воде, как нам удобно. Никакие островки, не надо на них взбираться, ничего такого. Просто идем по воде. Поэтому в какой-то степени это даже попроще, чем с женой возиться. В какой-то степени. Оно здесь все затягивается ввиду того, что необходимо пробежаться по Альдо и Дроуту. Бить там всех, кого не надо. Хотя, на самом деле, их не обязательно было убивать. На моей памяти. То есть, можно было просто пробраться внутрь, поговорить с этой бабищей. Я бы сказала, что да, да, мы вас не тронем, потому что у нас репутация большая. Если бы мы пришли сюда с репутацией поменьше, то есть, не таким прокачанным, соответственно, у нас были бы проблемы. Нам бы пришлось всех убить. Но ты тупая совсем, да, в край? Ой. Иди сюда. Ну, японский бог. Иди сюда, твою мать. Вот как с ними? Провались в текстуру куда-нибудь, я тебя очень прошу. Знаете, вот после такого грех жаловаться на напарников с Каримей или еще где-нибудь. Ладно, хоть бегать быстро. Уже, уж это хорошо. Давай. Черт, я тут не залезу. Ты гидей там. Давай, давай. А как я залезла туда? А, вот так и залезла. Ну, куда ты в обратную ты побежала в сторону? Ну, иди сюда, ну. Ой. Я уже вся мокрая, устала и голодная. Давай, бежи. Бежи. Беги скорее. Видите, ваши задания. Уже вообще все. Я уже хочу стать нерварийным, спасти мир. Где она опять? Господи. Пошли. Пошли, ради бога. Меня подождите. Пойдем. Особенно пугало. Музыка сменилась. Я думала, сейчас что-нибудь нападать, что ли, не может быть такого. Иди сюда. Может, кстати, у нее найдется где-нибудь в этих самых предметах какой-нибудь лунный сахар. Я не помню уже. Давай, подходи. Вот тебе статуя шагарата. Ну вот же. Мы договорились, что я буду сопровождать вас кузич, чтобы убедиться, что вы сохранили... Сохраните альдейдрот безопасности для Ахимуза. Вы выполнили мои условия. Благодарю вас. Ахимузы будут спасены. И если хотите, я буду назвать вас нерварийным. Хочу. Тебе удалось сделать это место безопасным для людей Ахимузы, и поэтому я нарекаю тебе нерварийным Ахимуза военным, вождем Ахимузы и защитником людей. Я также даю тебе камень безумия Ахимузы, который будет знаком для всего данмера, что ты есть нерварийн, и что Ахимуза последует за тобой во всем, включая смерть, до тех пор, пока мы не победим врага или пока вас не убьют. У меня мало времени. Скоро мне придется вернуться в лагерь Ахимуза и приготовиться к перемещению сюда. А у меня скума, черт. Та-дам! 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 Я хочу проверить, у нее есть лунный сахар? Вля... Вляд ли! Я постараюсь ограблять ваша... Ну нет, конечно. Так, дж-дж-дж-дж-дж-дж-дж-дь, нерварийн, нерварийн, камень безумия, Ахимуз защитит от заклинаний ведьм-воинов. Когда вы его используете и касаетесь противника, он вызывает голоса предков в его голове, взбивая его с толку и разрушает его магические способности. Но предупредаю вас, при использовании камня безумия голоса предков раздаются и в ваших ушах, и поэтому безумие действует и на вас. Этот камень безумия, возможно, он не принесет пользу волшебнику, но может помочь воину. Че, как выглядит-то хоть... О, господи. Выглядит, конечно, офигенно. Ничего не скажешь. Да ладно. Все. Меня провозгласили нерварийном все четыре племени Эшлендера Форденфелла, Оршелаку, Ахимуза, Зайнап и Араби Нимсун. Из семи видений о семи испытаниях воплощенного мной пройдено пятое испытание. Теперь мы можем вернуться в общем-то в лагерь Оршелаку Но прежде чем мы продолжим я думаю наши все эти испытания мы Ой, да, Альдрун Мы попробуем найти жен для наших товарищей в крепости в нашей из перских органов правопорядка Жены Где найти жен? Как их найти? Жены, вон нужны жены Вы не спрашивали у Аренина Аретти? Многие просили ее руки но она всем отказывала А кто такая Арини Аретти? Аретти Аретти, Аретти, Аретти Ага Понятно Что заперта Где она? Аретти, ты где? Может зайти прямо туда? Что заперлась Аж тебя достали скоты Так достали чтобы пришлось закрыться Сейчас проверим Какой ты меня видит вообще Кому я нужна? Что-то пусто Так, где она? Она значит должна снаружи где-то вошкаться Может она в баре? Все может быть? Возлюбленный житель Моруин Да будьте осторожны проявляйте бдительность Тать по имени Кузя По лечению Вантерист ранее именовавшийся воплощенный Энер Аварин состоит как ныне стало ведомо сыскным ординатором и магистратом сего округа платным агентом имперской разведки Кто-то проведал что мы в клинках Заявления сего Татья заведомо лживы Пророчества его оказались обманом Бесчестная натура и подлые цели сего вора ныне ясны каждому Кузя разыскивается ординаторами и городской стражей по обвинению во множестве преступлений Интересно, каких Сообщайте о всех встречах с ним с этим преступником надлежащим властям При обнаружении его в общественных местах поднимайте тревогу составленного властями храма Ордена Дозора магистратом Варденфелдского округа за подписью и полномочиями великого мастера Берла Салы капитана Дозора слушайте и бдите и всем насрать еще бы потому что блин я глава дома Редоран Альдрун принадлежит дому Редоран это во-первых во-вторых я глава гильдии воров вот мои стоят люди я чертов Архима кто вообще будет на меня крошить свою перхоть скажите мне никто они что больные что ли жены мне нужны нужны жены фатусе альцкар да верни альцкар фатус альцкар ну ладно так что у нас здесь жены нужны да я знаю мне тоже интересно а ты мне ничего про жены не скажешь да подожди а Рэйти где она какой приятный сюрприз проходить хочешь женой быть в таверне альцкар панцирь могу где Рэйти это ходит где и носит ладно не важно где тут таверна где нет подожди альцкар ой крысых телки альцкар по-моему здесь еще клуб совета а нет подожди все правильно что-то я туплю чувствую что-то не то делают короче сейчас еще разок так не с тобой я понимаю что вы имеете ввиду и не обижаюсь на это но не думаю что я уеду из альдруна да ладно ну давай я тебя очень вежливо прошу давай давай очень вот прям очень 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 я тебе денег дам постойте если я правильно вас понимаю вы хотите сказать что в этом поместине Индерис очень много завидных женихов а женщин там мало и вы хотите чтобы я переехала туда вышла за кого-нибудь замуж так правильно хорошо ладно я согласна позвольте только закончить кое-какие дела и я отправлюсь в поместь Индерис замечательно так одну нашли нужно еще сколько нам нужно нам не сказали шеф ты мне может скажешь где найти нужны жены Арини Аретти я вот не знаю где она носится эта Арини Аретти дом то мы ее нашли а вот так то нужны жены надо еще Аретти найти только где она ты может сказать ты хочешь замуж а ты не хочешь что ли или ты уже замужем да блин на тебе ты что скажи мне нормально нет понятно Аретти ты о Арини Аретти так я сейчас с тобой прям вообще вежливо-вежливо поговорю прям очень вежливо да сволочь на тебе ты что-то успокойся купи украшений нужны жены хорошо я могу навесить память Индерис здесь мне все равно настоящих мужчин нет так убедить хорошо еще жены где у кого можно попросить нужны жены а а двух хватит вообще интересно просто намекает только на двух да ладно ладно давайте тогда да 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 давайте тогда сейчас пойдем помолимся восстановим характеристики потому что нас там силу опять сняли да и вообще вот и в общем-то в следующей серии сбегаем по быренькому в нашу крепость Индериса и посмотрим что там вообще хватает ли всем жен вообще как оно происходит там не знаю может быть посетим пару свадеб может быть успеем ну а если нет то хотя бы тортик поедим который остался с этих праздников в любом случае завершаем мы на этом нашу серию с вами после всего этого с крепостью с жеными если там разберемся пойдем обратно коршалаку доложим то что пора начинать шестое испытание а если нет продолжим с жеными потому что все таки надо своих ребят радовать над чем женщины иначе они будут плохо работать и вообще будут грустняво будет им грустняво в любом случае надеюсь что эта серия вам понравилась если это так ставьте пальцы вверх оставляйте комментарии подписывайтесь вступайте в группу обязательно вконтакте и в общем-то до встречи в следующей серии с вами была Кузя с вами была Кузя с вами была Кузя с вами была Севен вместе с Кузей но я уже чувствую да я уже все я уже Кузя потому что я уже мыслю о его проблемах так как о своих с вами была Кузя ой это просто я знаю вы смеетесь там соболочи вы издевает вам нравится когда я говорю хрень в общем ладно с вами была Кузя всем удачи пока пока